Привет друзья и гости канала Рады вас приветствовать на своем канале У нас сегодня Есть хорошие новости С нашего хозяйства Покажем вам со святиком пополнение Которое мы приобрели Вот святик насыпает кушать И сейчас будет выпускать наших курочек Не надо зайчик их открывать Сейчас папочка откроет Ходили со святиком гулять И вот что мы привезли домой Сейчас мы вам покажем Вот теперь это наши Новые жители двора Вот смотрите какие курочки Забрали мы их У моей знакомой Вот такие курочки Их 10 штук Здесь 8 И 2 еще где то спряталось Конечно сейчас будет бойня Потому что выйдут мои куры Выйдут индюки И начнут они выяснять отношения Здесь разные породы Они смешанные То есть обычные деревенские куры Уже получились Она когда то покупала у меня Цыплят Потом еще у кого то брала Потом там были петухи Потом джер собрала То есть уже получилась смесь Вот смотрите какие курочки Не хочет она уже заниматься хозяйством Были у нее и свиньи Были у нее и козы Пробовала она и корову И гуси И индюки И куры И перепила И цесарки Чего у нее только не было Ну а вот теперь она пошла на работу И говорит Это единственный способ Который дает Стабильный доход И к сожалению Я вынужден признать Что на данный момент Это правда Потому что Даже если Завести породную птицу То покупателя Который мог бы купить у вас Или яйца Или птицу Или птенца По такой цене По которой вы приобретали И по которой вы хотите его продать Чтобы еще на нем заработать К сожалению не будет Да вот курочка перед вами стоит У нее там за глазом проблема Но я уже посмотрел Это все можно исправить У нее там просто какой-то нарыв Нужно прорезать И все заделать А так она Жиренькая и здоровенькая Есть куры молодые А есть уже Двухгодичные Потому что если нет Стабильной работы То в деревне конечно прожить Очень трудно Я давно хотел уже Поговорить на эту тему Но вот как раз Подвернулся этот случай С последних курочек Я у нее забрал Бегункова она уже продала И пошла на работу Вот я сейчас сижу тоже без работы Жена в декрете Бога огневить конечно Не буду У нас все есть Мы имеем что кушать Во что одеться Но ежемесячного финансового Натхождения Денежного У нас нет Потому что это такое Продалось-продалось А не продалось То сидите Со своей птицей сами Каждый хочет Купить дешевле Каждый звонит И говорит Вы сами знаете Какое положение В стране То есть денег нет Зарплаты маленькие Я понимаю Но когда я иду Покупать зерно Меня понимать никто не хочет Или когда я покупаю корма Так то сейчас Вот такое у нас Положение На сельском хозяйстве Далеко не уедешь Люди Массово начали сокращать Поголовье скота Даже взять нашу деревню Начиналось все Со ста коров Как мне рассказывала соседка Ну вот на данный момент Коров осталось Приблизительно 30 штук Это на всю деревню В которой проживает Более 3000 человек Я когда начинал Заниматься хозяйством Думал что это Будет И мое Любимое удовольствие И стабильный заработок И буду я на этом зарабатывать И для семьи будет польза Да для семьи польза есть У нас есть постоянно Свои яйца У нас есть постоянно мясо Конечно сейчас нет у нас молока Потому что нет ни козы Ни коровы Ну а так И мясо И яйца у нас есть Но к сожалению Я вынужден снять Розовые очки И признать то что Сельский бизнес Только для себя Далеко ты на нем Не уедешь Если это все посчитать Сколько денег Влаживается в корма Сколько денег Уходит на содержание Птиц Или другого Любого скота То у нас получается Что мы выходим в ноль Это в лучшем случае Были года Когда мы Ишли в минус Если считать По деньгам Да конечно Остается для себя мясо Как я уже сказал Остаются яйца Но на этом Далеко не уедешь На рынке Ты это все Не реализуешь Потому что У людей денег нет То есть Бабушка придет Купить 10 яичек Раз в месяц И на этом все Сейчас люди Не хотят Покупать домашние Потому что Цена конечно На домашнее яйцо Немножко другая Как в магазине Сейчас у нас яйца 40 гривен Десяток На рынке А в магазине Яйца По 25 По 27 Говорят что Можно найти Дешевле То есть пойдут Купить себе В магазин И никто не будет Ломать себе голову Какое это яйцо Так же и курица Если на рынке У нас килограмм курицы 90 гривен Домашний То люди пойдут Купить себе В магазине И они говорят Она намного вкуснее Она намного быстрее Готовится А то что Она выращена На штучном корме На стимуляторах роста На гормонах Об этом никто не думает Это кушают люди сами И кормят этим своих детей Ну это уже Совсем другая сторона медали Знакомый у меня Занимается бролерами Он круглогодично Их выращивает Они у него хорошо растут Дорастают до 6 килограмм За очень быстрое время Он уже приспособился К их кормлению Он посчитал Очень умный Такой мужик Занимается уже давно И говорит Рома это все наше дело Либо то ли это утки То ли это густи То ли вот мои бролеры Остается говорит Только себе говно Потому что нужно купить Потому что нужно купить И пропойки Нужно купить И корм И цыпленка Нужно купить В его случае Потом это все Нужно реализовать И по кормлению Получается что По продажам Потом у тебя Какая-то десятка На тушки выходит Если ты кормишь На натуральном корме А никто не будет покупать Если ты будешь делать Цену намного дороже Даже не намного дороже А цену Ту которая Должна быть Для того чтобы ты что-то Заработал И твоя семья Получала прибыль Вот такой у нас бизнес Многие этого не понимают Думают что много Зарабатываешь на этом Вот у тебя там куры У тебя там утки На корова была Это же деньги Но никто не считает Сколько эта корова кушает Сколько эта корова пьет Сколько нужно купить зерна Макухи Сено То есть это все Корма не валяются под ногами Это все нужно приобрести Да сейчас молоко у нас дорогое Сейчас молоко у нас По 20 гривен за литру Его практически нигде нет Потому что коров намного Стало меньше Но поднялась цена на сено Поднялась цена на корма То есть сейчас нужно держать Совсем малое количество И держать только для своей семьи Чтобы постоянно было Дома яйцо Было мясо Ну и какое-то молоко Это нужно завести Либо козу Либо маленькую коровку Чтобы давало Вкусное молочко Тогда как-то можно крутиться В больших масштабах Я конечно Не знаю выгодно это или нет На нормальных Кормах Чтобы это все себя оправдывало Пробовали конечно Икурни сушек Мои знакомые Заводить Это тоже бизнес Как оказалось Не очень Потому что я тоже загорелся Вот курица в клетке сидит Корма насыпал Много работы с ней Нету Возиться не надо Да зимой хорошо Зимой еще яйцо берут И то я был в шоке Потому что на обду берут Яйцо по 2 гривны А приходит лето Это яйцо по 50 копеек Никто брать не хочет Моя знакомая В этом году Просто за голову убралась Она говорит Мне дешевле этих кур Просто вывезти в лес Отпустите Пускай они бегут Она постоянно закупает себе Молодок По 120 гривен Ломан Браун 4-х месячных Потом садит их на кормление Они у нее начинают нестись Разнашиваются Дают маленькое яйцо Вот она говорит Его забирают Там по 18 гривен За десяток То есть рук 80 яйцо Гривна 80 Ну потом Говорит Немножко оно дороже А летом Куры Говорит Начинают нормально нестись Это яйцо Уже никому не надо Потому что Дороже как 60 копеек Его никто не хочет брать А поехать на рынок Продать его Когда у нас были яйца Там гривну 30 Гривну 50 Это самые дорогие Были летом яйца То есть курица Намного больше съедает Нежели она снесется Вот так Дорогие друзья Сейчас открою своих И посмотрим Как они их примут Так вот Мои троглодиты Все повыбегали Пока они даже еще И не заметили Новых жителей Индюк вышел Вообще-то сразу Агрессию начинают Проявлять Индюки Курица уже начала биться Еще хотел сказать Думал, что по инкубационному яйцу Будут заработки Хорошие Но К сожалению Это не так То есть люди Не в состоянии Купить инкубационное яйцо От породистой птицы Сюда его берут Наберут его немного Как раз ты Отбиваешь немножко корму То есть в этом году На себя я не заработал ничего В этом году Я купил только Корма для своей птицы Вот весь заработок Никаких доходов я не скрываю Потому что Я говорю так Как оно есть То есть кто Хочет заниматься Хозяйством Дорогие друзья То вы внимательно Прослеживайте рынок Что у вас Будут брать Что люди будут покупать Что у вас будет в ходу На что будет у вас Постоянно спрос Не так Чтобы вы завели Много птицы Вложили много денег Потом Стратились на корма И в итоге Остались ни с чем Сейчас я конечно Немножко выезжал бы Если бы у меня была корова Потому что люди Спрашивают за молоком Кто знал что Была корова Люди спрашивали Звонят Молочка Молочка Но Коровы нет Когда то думал Сдержать быков Выпаивать их А потом сдавать На мясо Думал так зарабатывать Но у нас За такой меры Упала цена На живой вес Что это просто Даже смешно Вот у меня знакомая В этом году Купила теленка Бычка Две с половиной тысячи Потратила на молоко Около трех тысяч Это получилось у нее Пять с половиной Но пускай пять Потом она покупала ему Дерть Потому что Своего зерна нет Дерть это дробленка Разную зерносмесь Потом она ему еще Купила сено Потому что у нас уже Декабрь месяц Вот она недавно Его за этого быка сдала И как вы думаете Сколько бабла Она срубила Как у нас говорят грубо Она даже не отбила Те деньги Которые она обложила В этого теленка Вот и весь бизнес Другая соседка сдавала У нас коров Корова 500 килограмм Живым весом За корову дали Девять тысяч Вот так и люди живут В деревне Я не знаю Я не знаю Какая это должна быть Золотая жила Чтобы приносила Много денег И какие у людей Должны быть зарплаты Чтобы люди Это все могли покупать Да люди это покупают И мясо И яйца Но не в таких количествах Как покупали это раньше Даже вот на рынке Когда проходишь мимо То люди говорят Что покупалось бы И елось бы Если была бы Зарплата немного больше Даже вот та бабушка Придет в магазин Возьмет себе Буханочку хлеба Когда я в Харкове учился Я до сих пор помню Пришла бабушка Там был уцененный хлеб Вот они стоят в очереди Чтобы купить Этот уцененный хлебушек Берет там себе Пять или шесть картошечек И немножечко крупы Я был в шоке Когда я это увидел В деревне конечно Немножко проще выживать Потому что есть огородик Все равно какая-то птичка там есть Какое-то яйцо там будет Овощ какой-то будет А вот в городе Мне конечно Душа болит И сердце плачет Я посмотрю Как люди в городе Именно пенсионеры выживают Это просто ужас Получать пенсию в две тысячи Даже если три тысячи И платить коммуналку Больше чем твоя пенсия И потом еще жить Как-то на эти деньги Которых уже нет Это просто в голове не укладывается Ну я думаю Что все будет хорошо Мы на это надеемся Никогда не отчаиваемся Вы тоже дорогие друзья Руки не опускайте Очень хочется знать Какая ситуация у вас В регионах В областях Знаю что смотрят меня Многие с Россией люди Хотелось бы узнать Как у вас Продажи Какие цены на зерно Стоимость инкубационных яиц Вообще спрос Реализация какая Очень интересно Это все Потому что вот у нас Такая картина Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Нажимайте на колокольчик Всем хорошего дня Берегите себя Ведите очень умно И разумно Своё хозяйство Чтобы было Мало затрат И очень много Прибыли На этом у меня Всё Всем всего хорошего Всем пока-пока Девочки Вот смотрите Какие вредины Это же ваши сородичи Зачем вы так Жёстко Ну всё Пускай привыкают Красавчик Красавчик